Здравствуйте, рад приветствовать вас на канале Кайфуй. Сегодня я вам расскажу, что за суета произошла между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и дагестанским политиком Сагитпашой Умахановым одним из лидеров хасавюртовских аварцев Дагестана. Мало кто знает, что 12 марта 2014 года было предотвращено покушение на жизнь Сагитпаши Умаханова. Оперативники ФСБ и МВД задержали в Хасавюрте двух молодых уроженцев Чечни со снайперской винтовкой, которые, по данным силовиков, приехали исполнить заказ на убийство Умаханова. По мнению самого Умаханова, за покушением стоят его политические оппоненты. Признанных судом исполнителями покушения, приговорили к 9 и 12 годам колонии строгого режима соответственно. В качестве организатора покушения в деле фигурирует объявленный в федеральный розыск советник Рамзана Кадырова Шаатурлаев. Именно он, по версии следствия, передавал деньги и оружие, бронебойные патроны и снайперскую винтовку ВСК, предназначенную для ведения бесшумного и беспламенного огня, обладающую высоким пробивающим и убойным деятельностью. Однако первой официальной колкостью между политиками было то, что Рамзану не нравилось, что Умаханов, который в августе-сентябре 1999 года создавший и возглавивший хасавюртовские отряды народного ополчения, которые успешно воспрепятствовали вторжению в город боевиков Шамили Басаева и Хаттаба. Праздновал это событие каждое 20 число июля как победу над чеченскими террористами. Хотя по словам Кадырова среди террористов было и много дагестанцев, которые поддерживали так называемый выход. Кадырова, который хотел увеличить свое политическое влияние на дагестанский хасавюрт, так как население хасавюрта составляют большинство чеченцев, Акинцев раздражало то, что Умаханов, за счет успешного противоборства боевикам, вторгавшихся с территории Чечни в Дагестан, получил поддержку от федерального центра Москвы. 23 апреля 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания коллегии МВД Чечни заявил о связях с Эгиппаши Умаханова с бандитским подпольем, назвав того бандитом. По словам Кадырова, брат Умаханова финансировал дагестанское вооруженное подполье, а его племянник является действующим Амира. В распространенном на следующий день официальном ответе с Эгиппаши Умаханова говорилось, что вступать в спор с Кадыровым ему не позволяют религиозные и нравственные убеждения, поскольку он был близким другом отца Рамзана Кадырова, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Для меня память о первом президенте Чеченской республики, ушедшем из этой жизни шахидом, дороже мирской суеты. А Кадыров хорошо знал, что хасавюртовцы и руководители города сидели не в лесных лагерях бандита Басаева, а решали важные вопросы безопасности собственного населения и беженцев из Чеченской республики. Все мужчины хасавюрта, в том числе из большой семьи Умахановых, мужественно защищали территориальную целостность Российской Федерации, неотъемлемой частью которой является и Чечня, говорилось в ответ. Последний случай конфронт Ацеи между Кадыровым и Сагитпашой случился после событий массовой драки в дагестанском селе Ленинаул между чеченцами и аварцами 27 июня 2017 года. Сагитпаша Умаханов по этому поводу опубликовал пост в Инстаграм, в котором одним из предложений было следующее. Враги нашей родины в очередной раз попытались ослабить законную федеральную и республиканскую власть и вновь погрузить наши народы в кровавую пучину войны. Написал Умаханов. Рамзан Кадыров назвал заявление дагестанского министра провокационным. Цитата. Даже в недавнем случае, когда по прямой просьбе и согласованию с руководством Дагестана мы выехали в село Ленинаул Казбековского района Дагестана. То какой-то министр дагестанского правительства делает провокационное заявление, наши враги приехали, заехали, пусть он занимается своими делами, чем решать свои личные вопросы, втягивая в конфронт АЦЮ аварские и чеченские народы сказал Кадыров. Умаханов в ответ подготовил видеообращение, в котором призвал аварские и чеченские народы не оскорблять друг друга. Данная полемика Рамзана с одним из политиков Дагестана показывает то, что Рамзан будучи самым влиятельным политиком Кавказа не имеет сильного влияния на Дагестан. Поскольку Дагестан это республика многонациональная, где около 30 народностей борются с друг другом за власть и уступать эту власть кому-то, а тем более чеченцам они не намерены. На этом все друзья, до новых встреч.